Теперь к ситуации на юго-востоке Украины. Стало известно, что накануне погибли как минимум двое мирных граждан. Помимо сторожа училища в Горловке, убит житель поселка на окраине Донецка. Сообщения о продолжающихся атаках приходили и ночью. Киевские силовики задействовали танки. Но самой горячей точкой минувших суток стала Белая Каменка в Волновахском районе, провозглашенной ДНР. Огонь по ней был открыт с господствующих высот, занимаемых украинскими подразделениями. По словам очевидцев, работали минометы и зенитные установки. На фоне всего этого в Минске участники рабочей подгруппы по безопасности сегодня вновь попытаются согласовать отвод вооружений калибром менее 100 мм. Донецкой и Луганской республики, в отличие от Киева, это уже сделали в одностороннем порядке. Соберутся и три остальные подгруппы по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Затем их координаторов заслушает непосредственно контактная группа.